Ребят, ну я увидела только два или три небольших ларька с рыбой. Сделала для себя вывод. Значит, здесь нет таких рынков, как на Ханконе, так как на Чурилюсе морских больших рынков. Ну, опять же, нелогичные перуанцы, нелогичное решение. Каляу, такой большой порт. Неужели не могли соорудить и большой морской рынок? Вывешка продается. И выбор ограничен. А так рынок, конечно, замечательный. Большой, много здесь всего продает. Очень интересно. Теперь нам остановку до дома найти. Идем к остановке. Нам указали, куда идти. А чтобы время даром не терять, я настроила свой телефон. Иду, смотрю, и показываю вам, что тут есть. А чего тут только нет. А чего ж тут только нет. А чего тут только нет. Огромный рынок. Мы прошли квартал, это уже вторая улица. И все, все. Торговца, одежды, игрушка, продукты. Я недавно разбила телефон, но вот чтобы не уходить с пустыми руками, надо же просто покупать с рынка полезного. Ну вот купили вот такой противоударный чикольчик. Ну и в общем, сделал вывод. Кто себе что-то хочет купить, находясь в Лиме, может приехать на вот этот большой рынок и выбрать все, что хочешь. И по недорогой цене. Причем здесь не так опасно, как в других местах этого города замечательного. Ну а за свежей рыбой нужно ехать либо в Чурилис, либо на Анкон. В Анконе можно встретить рыбу попугая, а в Чурилисе лобстеров, акул, ткатов. И много другой всячины, морской язык и так далее. Ну вот мы сели в автобус. И прямым автобусом через час доберемся до нашего дома. Продолжение следует...